Перёзка сегодня тема номер один. Последствия недавних аномальных ливней и последовавшего за ними наводнения. От комаров не избавиться. На участке болото. И вода плохо уходит. И все дренажные колодцы затоплены. Дождик стучит по крыше, а у нас сердце вырывается наружу, потому что мы боимся утонуть. Особенно тяжело тем, чьи участки на окраине. Вода никак не уходит. Перемещаться можно только в болотных сапогах. Сад практически погиб, потому что яблоня упала, уже урожай не даст. Слива вообще засохла. Кусты засохли, смородина. Такая же картина и в лесу, у граничащем с СНТ. Берёзы, ели и сосны стоят в воде. Осень ещё не наступила, а листья на деревьях уже жёлтые. Чрезмерная влага не пошла им на пользу. Лес потихоньку гибнет. У одной из жительниц СНТ, актрисы Елены Борзовой, стойкое ощущение дежавю. Одну из главных киноролей она сыграла в фильме «Действие», которое происходит в заболоченных белорусских лесах. Когда-то я снимала с фильмы «Люди на болоте» и ходила по болотам. За это мы получили государственную премию. Видно, теперь я расплачиваюсь за это государственную премию. И теперь я живу на болоте. Божечка, не карай! Не карай, божечка! Как когда-то её героиня, заслуженная артистка вынуждена теперь выживать в экстремальных условиях. Её дом никак не рассчитан на соседство с водоёмом и буквально трещит по швам. Полопалась и теперь, значит, у меня повело всё крыльцо. Люди неоднократно обращались в администрацию с просьбой выяснить причины затянувшегося наводнения. Им ответили, что дома построены по соседству с болотом, которое после ливней вышло из берегов. А также сослались на обнаруженную неполадку в системе отвода воды из дачного посёлка. Нашли запорную трубу, которая по какой-то причине была разобрана. И вся озёрная система, водяная система, она начала давить именно через вот этот повреждённый барьер. Трубу починили, а вода осталась. Проверив все канавы и каналы самостоятельно, люди обнаружили ещё один аварийный участок. Дренаж под дорогой, через которую вода из посёлка должна стекать в озеро, не работает. Вода из затопленного массива лесного должна проходить по вот этой трубе. Получается, что дело не в дождях и не в болоте. На самом деле выявились проблемы то ли не в правильной проектировке, то ли в неправильном строительстве, то ли в небрежной эксплуатации. Всё это должно выявить экспертиза строительно-техническая. На участке Васильевых глубина спонтанно возникшего водоёма достигает метра. Да, уверенно себя здесь чувствуют только утки, гнездящиеся прямо под окнами. Мой сын пошёл в эту сторону и почти провалился в болото. Это на самом деле реальная угроза жизни, потому что я не могу постоянно его контролировать. Жители СНТ уверены, для устранения проблемы сделано недостаточно. И в случае необходимости готовы добиваться ремонта дренажной системы даже в суде. Денису.